В Южной Корее за сутки выявили 87 случаев заражения коронавирусом. На этой неделе, кроме четверга, число тех, у кого обнаружили COVID-19, не превышало 100. Всего заразились 8665 человек, скончались 94 пациента. Полностью выздоровели почти треть зараженных, 2233 человека. О ситуации в Южной Корее нам готов рассказать наш корреспондент Владислав Цой. Владислав, добрый день. Да, Марат, ситуация с коронавирусом в Республике Корея улучшается. 22 февраля по количеству заразившихся страна была на втором месте в мире после Китая. Сейчас она уже на восьмом. Причину такого снижения медики считают быстрое и масштабное тестирование на COVID-19. Также на успешное лечение повлияла система госпитализации, когда в первую очередь стационар помещает пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Мы связались с врачом, который работал в очаге заражения в Тегу. В этом городе и провинции Северная Кюнсан медикам удалось снизить число зараженных коронавирусом с 5000 до 50 человек. Предлагаю прослушать. На начальном этапе распространения вируса были созданы больше 5000 мест для принятия заразившихся. Если бы этого не было, думаю, последствия были бы такими же, как в Италии. Во-вторых, мы разделили пациентов со средней степенью заболевания. Также мы заметили, что при анализе образцов пациентов, если был высокий уровень воспаления, то в дальнейшем наблюдалось ухудшение состояния человека. Поэтому у таких пациентов мы несколько раз брали анализы. Если показатель воспаления был высокий, но не было симптомов заражения, мы их наблюдали. А если состояние ухудшалось, то госпитализировали. Владислав, скажите, а какова ситуация на улицах? Люди вернулись к обычной жизни. Марат, к сожалению, нет. Пока сохраняется угроза распространения коронавируса. Люди носят маски, стараются не пользоваться общественным транспортом. А если выезжают куда-то, то надевают маски и дезинфицируют руки. Магазины и кафе работают, посетителей в них пока мало. Как ранее предупреждал мэр Сиула Пак Вон Сун, треть церквей продолжают работать и прихожане находятся в зоне риска. Напомню, что больше 60% всех пациентов являлись приверженцами секты Син Чон Джи в городе Тэгу. 210 тысяч прихожан проверили и вели наблюдение за ними. И это помогло остановить стремительное распространение коронавируса. Пожилых людей просят оставаться дома, так как они уязвимы к COVID-19. В Тэгу медики теперь внимательно следят за больницами для пожилых людей и местами массового скопления людей. Пока нам не удается контролировать массовое заражение, например, в жилых домах и клиниках для пожилых, где в основном лежачие пациенты. Возможны такие случаи заражения в местах большого скопления людей, таких как караоке-клубы, колл-центры или гольф-клубы. Месяц назад я прогнозировал заражение всей Европы, начиная с Италии и Испании. В России и Казахстане тоже ожидается быстрое распространение вируса. И поэтому, если не принять заблаговременно меры, может наступить такая же ситуация, как и в Италии. Медицинский персонал города Тэгу приобрел немало опыта и придумал некоторые ноу-хау. При необходимости мы можем в любое время поделиться протоколами с медиками вашей страны. Добавлю, что вирус нанес удар по экономике страны, обрушились акции крупных компаний, снизился курс воны по отношению к доллару. Президент Мунджиин пообещал, что выделит 50 триллионов вон, это около 39 миллиардов долларов, на меры поддержки малому и среднему бизнесу. Спасибо. Я напомню, на прямой связи из Южной Кореи был наш корреспондент Владислав Цой.